Здравствуйте! Я Анастасия Янцова. Это информбюро программа «Чистых новостей». И вот грифы самых главных событий сегодняшнего дня. Гриф «Стерня» в крае горят в поля. Участились случаи поджога стерни. Что грозит поджигателям, узнаете из сюжета Анастасии Самойловой. Гриф «Помощь». Экипаж «Милосердия» высадился с десантом в Грачевском районе, чтобы оказать помощь малоимущим и инвалидам. Алексей Форсиков с подробностями. Гриф «Весь край». Теперь охотникам не нужно получать путевки отдельно на каждый район. 400 рублей и можно охотиться на территории всего региона. Об этой и других особенностях наступающего сезона в сюжете Павла Индовицкого. Гриф в пользу. Судебные приставы края в пользу одних только банков взыскали полмиллиарда. Однако повод для радости есть и у штавропольских пенсионеров. Некоторым из них пенсия увеличена на 3000 рублей. Кому так повезло, расскажу в бизнес-блоге программы. Гриф «Опасность». Сильный ветер, ливень и гроза. О штормовом предупреждении расскажем в конце программы. Главная тема дня. Сегодня Владимир Путин прибыл в Кисловодск. Премьер провел заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Затем на встрече с губернатором Валерием Гаевским премьер обсудил вопросы сельского хозяйства. Глава нашего региона рассказал, на Ставрополье собран рекордный за 100 лет урожай. В закромах уже 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна. И это пока не все. Еще предстоит убрать оставшиеся 3 процента от всеуборочной площади. Также Валерий Гаевский рассказал о планах осуществить программу мелиорации земель и удвоить за три года урожайность овощей. Говорили и о развитии животноводства. Суд вынес приговор мужчине, который зарезал свою сожительницу. История Юлии и Андрея началась сказочно. Познакомились, потом надолго потеряли друг друга из вида. Девушка, уже практически отчаявшись, обратилась в программу «Жди меня». В студии федерального телеканала им организовали волшебную встречу на хэппи-энда. В этой истории никто не дождался. Пара переехала жить на Ставрополье в село Воздвиженское. Сожители частично оплатили дома. Когда пришло время платить остальную часть денег, Андрей Мамаев поехал на заработки в Астраханскую область. Когда вернулся, у Юлии уже был новый сожитель. В приступе гнева преданный мужчина соорудил самодельный нож и спрятался в уличном туалете во дворе у своей бывшей возлюбленной. В планах у него было убийство соперника, но девушка вышла первая. Мамаев нанес ей не менее четырех ударов в область груди и шеи. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Собранный Ипатовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 31-летнему жителю Архангельской области Дмитрию Мамаеву. Приговором суда Мамаеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ограбил пенсионеров на 254 тысячи рублей. В изобильном грабитель напал на женщину-почтальона, которая разносила пенсию по квартирам. Преступник напал сзади на беззащитную сотрудницу почты. Он нанес ей несколько ударов по голове. Женщина начала кричать, но когда на помощь из соседнего дома выскочил парень, вора уже и след простыл. Грабитель, забрав сумку с круглой суммой денег, вскочил на скутер и вскрылся в неизвестном направлении. Сотрудники полиции установили личность преступника, но найти его им пока не удается. В совершении данного преступления подозревается Мироненко Николай Михайлович, 82-го года рождения, уроженец села Тищинского изобильнического района Ставропольского края. В настоящее время Мироненко Николай Михайлович объявлен в федеральный розыск. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Мироненко Николая Михайловича, сообщить в отдел МВД России по изобильническому району по телефону 242-36-229-95. Конфиденциальность гарантируется. Гриф «Стерня» на Ставрополе участили случаи поджога стерни. Повсюду горят поля. Злоумышленников даже не пугает штраф в полмиллиона рублей. О том, как горят поля, сюжет Анастасии Самойловой. Вот это показывает Роман все, что осталось после недавнего пожара. А то шельеву, как говорится, всем миром. В Ипатовском районе уборка урожая уже закончилась. На полях остались небольшие части колоса – стерня. Их поджигают, уверен Роман, однозначно умышленно. Ну, выжигание стерни экономит очень много денег. Чтобы не обрабатывать ее тракторами, они просто выжгли ее и сэкономили на этом на солярке. И хотя сегодня в Ипатовском районе пасмурно идет мелкий дождь, буквально накануне вечером вся эта огромная территория полыхала. Злоумышленника, который пытался поджечь стерню, поймали с поличным и на месте преступления. К своему трактору он привязал горящее колесо и катался по полям. Вот кадры того пожара. Мужчина на тракторе, не обращая внимания даже на сотрудников МЧС, которые пытались его остановить, продолжает делать свое дело – поджигать стерню. Чуть позже тракторист начнет оправдываться. Мол, не по собственной воле уничтожал поля. Был приказ сверху. А от этого никуда не денешься. По соседству находится поле, не тронутое пламенем. Разница очевидна. Между тем МЧСовцы хватаются за голову с такой активностью поджигателей стерни и до большой катастрофы рукой подать. По сравнению с прошлым годом, случаи выжигания стерни участились. Процентов на 30 увеличились. Особое выжигание было на корню пшеницы в 2008 году. После 2008 года сложилось снижение выжигания стерни. В 2011 году это все увеличилось. Штраф за поджог стерни сильно ударит по карманам фермеров от 400 до полумиллиона рублей. Однако последних шестизначная цифра не пугает. Поджоги продолжаются. Анастасия Самойлова, Александр Конорев, Информбюро, Ипатовский район. У Гриф помощь в Грачевский район отправился экипаж «Милосердие». Социальные работники помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Они привозят продукты питания и товары первой необходимости. Алексей Форсиков с подробностями. Екатерине Антоновне 85 лет. Она бывший учитель истории с 50-летним стажем. Сейчас инвалид по зрению и слуху. Экипаж «Милосердие» сегодня старушка ждала с нетерпением. Ей обещали привезти новое постельное белье, помочь по дому. Я же вам говорю, что я без него жить не могла. Это самые добрые, самые порядочные люди. Самые внимательные. И что не попрошу, все сделают. Все. Экипаж сдержал обещание. Привезли Екатерине Антоновне и продукты, и предметы первой необходимости. Еще за женщиной постоянно присматривает местный соцработник, который приходит к ней каждый день. Следующий адрес здесь же, в Старом Арьевке, через несколько домов. Анна Ивановна – человек с ограниченными возможностями, не может ходить. Но проработала в библиотеке до пенсии. В программу адресной социальной помощи попала еще в 93-м году. По словам ее опекунов, она очень самостоятельная, но и от помощи никогда не отказывается. У нас продуктовая и предметы первой необходимости. Ей тоже помогают во всем – и по дому, и по хозяйству во дворе. А когда женщина собрала деньги на новые окна, работники экипажа «Милосердие» тоже помогли. Нашли, где купить подешевле. Экипажи «Милосердие», кроме того, что привозят продукты, оказывают еще множество услуг пожилым людям и инвалидам. Это и психологическая, и правовая помощь, и бытовые услуги по символическим ценам. С начала года только в Грачевском районе экипаж «Милосердие» совершил 18 выездов, а помощь получили свыше 300 человек. Алексей Форсиков, Андрей Чернов, Информбюро. До выборов еще далеко, а политическая борьба на рекламном фронте уже началась. Партия ЛДП разместила в краевом центре 9 ни к чему не призывающих рекламных баннеров. Заплатили по договору, плакаты спокойно висели, а потом просто исчезли. Вместо них красовались белые полотна. В рекламной фирме ничего не объяснили и предложили просто расторгнуть договор. Но вскоре изображения с Владимиром Вольфовичем вновь появились. По нашей информации было существовало давление на рекламное агентство, после чего баннеры были демонтированы, они были накрыты белым полотном, но после нашего вмешательства 2 августа баннеры стали появляться вновь в городе. На данный момент мы разбираемся, из-за чего же все-таки произошло это. Кому не устраивали эти баннеры, так как это была федеральная программа, они появлялись по всей России, но почему-то не понравились и их убирали только в городе Ставрополь. Гриф «Весь край» – хорошая новость для охотников. В наступающем сезоне у них будет возможность получить разрешение охотиться на всей территории Ставрополя, а не покупать несколько районных путевок. О том, сколько это будет стоить и почему в этом году решили запретить стрелять в зайцев, расскажет Павел Яндовицкий. Сергей Сергеевич собирает необходимые документы, чтобы получить разрешение на охоту. Их не так много. Охотничий билет, разрешение на оружие, заявление и квитанция об оплате госпошины – 400 рублей. Они позволят в этом сезоне охотиться на всей территории нашего региона. Покупать путевки для каждого отдельного района больше не нужно. Охотник доволен. Большое неудобство было в том, что не было краевых путевок, как раньше. То есть брать в каждый район – это нереально. И люди ездят, предложим, когда компания, они ехали в компанию. А теперь получилось так, что один едет в один, другой в другой. И чтобы объединиться, надо брать много путевок. А много путевок брать – это уже как бы накладно. Что касается самой охоты, то ее сезон откроют немного позже. Обычно вам специалисты сделали небольшую корректировку из-за погодных условий этого года. Мы начнем ее не 4 августа, а 13 августа. 13 августа начнется охота на дикого голубя и перепела для владельцев легавых испаниелей. Это обычная практика, когда за неделю раньше те, у кого есть охотничьи собаки с имеющимися документами, имеют возможность поохотиться, пользуясь тем, что у них есть собаки охотничьи. Для всех остальных охота на перепела голубя начнется с 20 августа и по 30 октября. Ложка дегтя, запрет охоты на зайца, этих пушных зверьков в крае осталось очень мало. Им решили дать передышку для размножения. На лесу охотиться будет можно, но с ограничениями. Также, как и всегда, будет запрещена охота в заказниках и в пределах других особо охраняемых природных территорий. Для сохранения популяции животных будут созданы и другие специальные запретные участки. Воспроизводственные участки, зоны покоя животных, там, где они воспроизводятся, могут чувствовать себя в безопасности. То есть, эти зоны будут определены приказом Министерства природных ресурсов на территории всего края. И там охота тоже будет запрещена. Павел Гендавирский, Андрей Чернов, Информбюро. Гриф «Где попало?» с последним летним месяцем на Ставрополье наступило время арбузов и дынь. Это лакомство продают буквально на каждом шагу, но бахчевы и культура могут быть опасными. Виной тому инфекции и нитраты. Чиновники администрации Пятигорска отправились в рейд по незаконным точкам торговли. Подробности в сюжете Дмитрия Чернушева, нашего коллеги из курортного региона. Стихийные арбузные точки можно наблюдать практически в любом месте и в любом городе Кавминвод. Пятигорские бахчевые флебусьеры вместе со своей пиратской продукцией облюбовали объездные дороги столицы СКФО. Участники уже регулярного арбузного рейда для очередной своей проверки выбрали Бештаугорское шоссе. Представители городской администрации, отдела торговли, Роспотребнадзора, экологическая и просто полиция надеялись поймать нелегальных торговцев врасплох. Но последние, то ли узнав о грядущей проверке, то ли решив устроить сиесту в жаркое послеобеденное время, закрыли свои точки буквально перед нашим приездом. Улов проверяющих невелик. Всего одно несанкционированное арбузное место. И целый список нарушений всевозможных правил и законов. Это самовольное, вопреки установленному порядку, осуществление деятельности в сфере торговли. Закон 20 КЗ от 10 апреля 2008 года. Закон об административных правонарушениях на территории Старопольского края. Вдоль трассы северо-западный объезд здесь официально разрешение никому не выдавалось. Претензии к арбузным дилерам есть и у полиции. Торговля без соответствующего разрешения – это незаконное предпринимательство. И у экологов санитарные нормы вокруг таких точек оставляют желать лучшего. Даже с постройкой самого мини-рынка у горе торговцев проблемы. Это незаконная установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства. То есть они, получается, захватывают территорию, муниципальную землю. Теперь арбузным махинаторам грозят многочисленные штрафы. Но, как показывает практика, от подобных санкций количество нелегальных торговых точек не уменьшается. Всего на территории города-курорта существует 15 разрешенных мест для продажи сельхозпродукции. В данном случае это единственная возможность для рядовых покупателей быть уверенными в качестве и безопасности летних лакомств. В августе всех работающих пенсионеров ждет приятный сюрприз – увеличенный размер пенсии. С чем это связано, знает наша бизнес-ведущая Татьяна Федорова. Таня, тебе слово. Добрый вечер, Анастасия. И радоваться каждый будет по-разному. Кому-то увеличили пенсию аж на 3 тысячи рублей, а кому-то на одну копейку. Подробности прямо сейчас. Накануне в краевом отделении пенсионного фонда завершился телефонный информационный марафон «Вопрос дня». Касался этот вопрос корректировки пенсии всех работающих пенсионеров. То есть если человек ушел на пенсию, но при этом его не прекращает трудовую деятельность, за него продолжают отчисляться страховые взносы в пенсионный фонд. И вот исходя из этой суммы взносов, которые у него накопились после ухода на пенсию, производится корректировка. То есть пенсия корректируется, значит увеличивается размер пенсии, которую он получает. Перерасчет стартовал 1 августа и вызвал живой интерес у ставропольцев. Ведь коснулся он четверти пенсионеров, а это 200 тысяч человек. Корректировка уже произведена всем гражданам. То есть если человеку положено скорректировать его пенсию, то есть увеличить, то это уже сделано. Уже 1 августа те пенсии, которые подлежали корректировке, будут доставлены гражданам в новом размере. В среднем в крае пенсии увеличились на 140 рублей. Кому-то повезло больше, максимальное увеличение 3000 рублей, кому-то меньше. На одну копейку. Именно столько составило минимальное увеличение. Губернатором Ставропольского края Валерием Гаевским уделяется большое внимание развитию личных подсобных хозяйств. В том числе оказывается финансовая помощь в виде субсидий на животноводческую продукцию. Эти денежные средства не облагаются налогом на доходы в соответствии с июльскими изменениями в кодекс. Однако результатом нецелевого использования денег могут стать не только санкции, но и обязательно уплата 13%. Поэтому Краевая налоговая служба напоминает, освобождается от уплаты подоходного налога только те, кто ведет свое хозяйство на земельном участке более полутора гектаров, без привлечения наемных рабочих. Трудиться здесь могут только члены семьи. Для освобождения от налогообложения необходим документ, подтверждающий, что продукты выращены в личном подсобном хозяйстве. Судебные приставы края добились показательных результатов. Только в первом полугодии они вернули банкам около полумиллиарда рублей. За 2011 год судебными приставами-исполнителями взыскано 432 миллиона рублей. В сравнении с 2010 годом количество исполнительных производств данной категории уменьшилось. Однако сумма взыскания увеличилась на 32 миллиона рублей. Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, увеличилась в 3,5 раза. Неплательщиков по кредитам в общем числе производств не так уж и много, всего 5%. Однако суммы исчисляются миллионами. В отношении таких должников возбуждены уголовные дела. Два из них уже переданы в суд. И перейдем к курсам валют. Евробанки сегодня покупали по 39 рублей 15 копеек. Продавали за 39,90. Покупка доллара составила 27,45. Курс продажи 28,15. И вот как выглядит официальный курс валют, установленный Центробанком на завтра. Евро и доллар подросли. За единую европейскую будут давать 39,60 за доллар 27,90. И это были все бизнес-новости на сегодня. Как всегда, желаю вам удачного вечера. Татьяна, спасибо. А теперь к новостям спорта. В Краевом спорткомитете состоялось рабочее совещание по итогам полугодовой работы Межведомственного центра подготовки спортсменов ШВСМ. Главной темой стало выступление сборной Ставропольского края по легкой атлетике на российских и международных стартах. Сергей Рыбалка более детально расскажет о буднях и радостях королевы спорта. Директор центра Геннадий Иванов отметил, что буквально на этой неделе, после долгих дебатов, пришли к революционному решению. Пришли к единому мнению. Спортсмен, как и тренер, получает заработную плату за результаты своего труда. Согласно положению в оплате труда. Не то, что я ему как начальник дал или не дал. Он как прозрачно, открыто получает оклад свой и плюс спортивное достижение. А там из фонда заработной платы, если у него высочайшие результаты, ему, естественно, полагается... Стимулирующий нас балл. Стимулирующий нас балл. Три группы у нас комплектования центра. Спортсмены-инструкторы с правом тарификации тренеров. Спортсмены основного состава с правом тарификации, но они не профессионалы еще. И переменный состав, как резерв вот этих двух. Он может попасть переменного сразу, как говорится, на спортсменный состав. Понятно. Помимо четкой оплаты труда спортсменов, безусловный позитив тот факт, что сборная команда Ставропольского края по легкой атлетике на первенство и чемпионат России стала выезжать в полном составе. Об этом доложил главный тренер Владимир Ткачев. По его словам, экономия напрямую влияла на результаты. Теперь по молодежи, юниорам и юношам мы в шестерке лучших. Это Суперлига. Взрослые выступают чуть хуже, но в сборную России делегаты есть. Бакумова отобралась на чемпионат мира, и Козлитин поедет на универсиаду. И возможно еще Глеб Сидорченко не решен вопрос. То есть у нас получилось три призера. А Бакумова Мария первое место, Сидорченко Глеб второе, и Козлитин Виктор третье. Виктор Осипов, председатель Крайспорткомитета, отметил, что в Северокавказском федеральном округе легкая атлетика развивается в основном на Ставрополе. У нас это приоритетный вид спорта. Поэтому где, как ни на училище Олимпийского резерва, надо создавать центр легкоатлетической подготовки. Это понимают федеральные и краевые власти. На совете при губернаторе принято решение, оно утверждено губернатором, на выделение дополнительно в этом году 25 миллионов именно на проектно-смертную документацию для создания этого центра. Мы сейчас работаем с Министерством финансов, но будем надеяться, что нам совместно удастся решить вопрос, с учетом того, что губернатор нас поддержал на совете. Поэтому вот это уже как бы шаг будет. И уже в этом году над проектом начнется работа? Да, именно в этом году проектные работы должны начаться. Но сейчас ждем 17 августа внесения изменений в бюджет 2011 года. В завершении отметили, что команда нашего края практически готова к фестивалю «Кавказские игры». Это знаковое событие для округа пройдет в Черкесске. Решили дать бой всем соперникам по всем видам спорта. Сергей Рыбалко, Юрий Корниенко, Информбюро. И настало время поговорить о погоде. Я передаю слово нашему уникальному метеоблизняшку Маше и Даше. Здравствуйте. Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью в территории края облачно плюс 18. Пройдут лимнивые дожди. В метро в Ставропленинном иске пасмурно. Ожидаются сильные дожди. Днем плюс 24, вечером плюс 16. В городах Кавказских неральных вод облачно с усадками. Днем 24, вечером 19 градусов выше 0. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Заходите, смотрите онлайн вещания первого краевого информационного круглосуточного канала СТВ+. И обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. Обязательно звоните, мы поможем. Телефон нашей редакции в Ставрополе 351345. А у меня все. Вы смотрели информбюро программы чистых новостей. С вами была Анастасия Ямцова. До свидания.